Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем с некоторым опозданием, но не по нашей вине, а по вине нашей техники, заседание семинара «Люди и тексты». Сегодня у нас в гостях Марина Васильевна Сиротинская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории. Тема не совсем традиционная для семинара. В начале года, в феврале, мы говорили о реконструкциях, о возможности и невозможности исторических реконструкций, обсуждали доклад Игоря Николаевича Данилевского. Сегодняшний доклад Марине Васильевну мы рассматривали как продолжение. Тема, связанная с историческими реконструкциями. Тему Мария Васильевна сформулировала следующим образом. Американская революция в контексте европейских революций в середине XIX века и собственная историческая реконструкция молодой Америки. Марина Васильевна, если бы это корректировка будет тема, то это в ваших руках, потому что вам слово и передается. Пожалуйста. Мы, как всегда, вводим рады любым вопросам, комментариям и просто представлениям наших коллег, которые находятся в онлайне, в интернете. Людмиле Рашидникову сразу же передаем большой-большой привет. Пожалуйста, Алина Васильевна. Спасибо же вам. Извините за подсор столь непопулярного слова «революция». Но когда Марина Станиславовна и Марина Павловна любезно пригласили меня принять участие в работе семинара «Люди и тексты» и предложили выступить, обратить внимание на то, как то или иное событие, явление прошлого осмысливалось в текстах, которые являются предметом изучения, я сразу же подумала, американская революция. Ну, американская революция или ее иногда называют «Война за независимость» 1775-1783. Иногда войну за независимость рассматривают более узко, как военный конфликт, соответствующий американскую революцию более широко. Собственно говоря, уши, если так можно выразиться, американской революции видны во многих высказываниях сторонников молодой Америки. Кто они? В конце 1840-х, в начале 1850-х годов, в период очередной президентской избирательной кампании в США, к молодой Америке относили группировку демократической партии конгрессменов, журналистов, бизнесменов, политиков. Молодые демократы, так их называли, и так они себя сами называли, или прогрессивные демократы, представляли в целом интересы Среднего Запада, частично Юга и имели определенное влияние в городе Нью-Йорк. Печатным органом молодой Америки был журнал «Демократик и Вилл», редактором которого в конце 1851-1952 годов был некий уроженец Тантуки Джордж, 40-летний Джордж Николас Сэндекс. Многие младоамериканцы высказывались в поддержку европейских революций середины 19 века за территориальную торговую экспансию США делали акции на принципах молодости и прогресса. В принципе, молодую Америку можно рассматривать и в социокультурном контексте. Но сразу же скажу, какой-то общей программы, общей организации ее не было. И судьбы самих молодых демократов сложились в дальнейшем по-разному. И вот в этот период, когда, по мнению большинства исследователей, вопрос о рабстве выходил в центр общественно-политической жизни США, они, в общем, занимали различную позицию по вопросу об особом институте, но в целом все они были противниками аболиционизма, во всяком случае, радикального аболиционизма. Ну, кто эти люди, поскольку у нас семена о людях и текстах? Значит, ну, вот, значит, Стивен Дуглас, Стивен Арнольд Дуглас. Вот он первый, да, сейчас я немножко освою тут. Стивен Арнольд Дуглас, это был крупный политик, сенатор от штата Элли Нойс, и его Демократик Ревью выдвигал кандидатам в президенты от Молодой Америки. Маленький гигант, так его называли, он был невысокого роста. В дальнейшем основным противником Дугласа в конце 50-х годов будет сам Абрам Милклин в дебатах. И именно в этих дебатах с Дугласом малоизвестный Милклин приобретет славу, что позволит ему в дальнейшем одержать победу на президентских выводах в 1860-м году. Дальше, знаете, Джеймс Шилд, выраженец Ирландии, тоже представлял Иллинойск в Конгрессе. Вот здесь его фотография, фотография защититель представлен во время мексиканской войны бригадный генерал. Он еще был известен тем, что вскоре женился его, когда ему было уже за 50, на 25-летней Ирландии. Вот Пьер Суэ, сенатор от штата Луизиана, французский республиканец. Он в 1825 году покинул Францию и поселился в Луизиане, занимался журналистской деятельностью, а вот в это время представлял Луизиану в Сенате, в дальнейшем сторонник конфедерации в период гражданской войны. Ричард Стоктон из известной семьи политиков в штате Нью-Джерси. Его дед подписывал декларацию независимости. Коммодор, первый военный губернатор Калифорнии. Исаак Луокер, сенатор от штата Висконсина. Говорят, его считали одним из красивейших молодых людей в политику. Томас Девин Райли, голубоглазый ирландец, член молодой Ирландии, после неудачного восстания конфедератов в летом 1848 года и многих приключений, он бежал в Америку. Там занимался журналистской деятельностью, потом подружился с Сендерсом и вот по некоторым данным он входил в редакцию Демократик Ревью и писал статьи. Умер рано, в 30 лет. И, наконец, сам Сендерс, редактор Демократик Ревью, Мефистофья Восстания, как его назвал, один корреспондент New York Times, политикан, лоббист, потом будет консулом США в Лондоне. И в период гражданской войны агентом конфедерации в Европе и в Канаде. Да, я не сказала, но что нет, например, Джеймс Шилтсон, патрет, которого я вам показывала, он был на стороне северян в период гражданской войны, был пригодным генералом. Ну, и некоторые другие еще не будут, люди, о которых я просто буду говорить в процессе. Какие тексты мною использованы? Ну, прежде всего, протоколы Конгресса США. Когда-то... Здесь как-то не очень хорошо получается, вот при увеличении... Ну, просто вот показываю вам как пример, да. Когда-то мы... Я еще сидела и все это писала, переписывала в унионе, смотрела бумажные варианты. Сейчас все это есть в цифре. Больше всего вспоминали об американской революции в связи с обсуждением внешнеполитического курса США в отношении Европы в 52-м году, во время приезда лидера национально-освободительного движения Венгрии в Америку, Лаэшо Кошута. Сейчас есть у меня следующая картинка. Да, вот он. Вот... Сейчас еще вам покажу. Вот он сам Кошут, красивый, величественный Мадьяр, блестящий Арата. Он прекрасно владел английским, который, как говорят, он выучил, находясь в тюрьме в Турции, а Соединенные Штаты пригласили бы в качестве гостя нации к себе. Вот, значит, здесь показывают декабрь 51-го года. Он проезжает по улице Бродвее. Пятая часть Нью-Йорка, говорят, вышла его встречать. Город охватил массовый энтузиазм, который принимал форму истерии даже иногда. В моду вошло все генгерское. Музыка, танцы, вот эти головные уборы. Да, бороды мужчины стали носить. Вот, но потом он уже уезжал, заботый большей частью тех, кто его так неистово встречал. Значит, ну, и, конечно, для меня главный источник – это, это вот тоже его, он, встреча его. Главный для меня, конечно, источник – это сам журнал «Демография к ревью». С ним, конечно, трудоемкий весьма, видите, как нечетко видно. Значит, вот тут постраничную можно его смотреть. И материалы прессы американской. Вот сейчас последняя, вот тоже, значит, статья «Молода и ног» как раз в журнале «Демография к ревью». Что-то мне нечет. Сейчас, сейчас, сейчас. А как мне вообще вот закрыть там? А, вот картинки нельзя уже нажать. А? Низу картинки. Сейчас, чтобы мне тут не искать. Значит, материалы прессы. Ну, я тогда просто, кто заинтересуется, если кто занимается европейской историей… Извините, спасибо вам. Кто занимается европейской историей, просто хотела обратить внимание, я недавно сама обнаружила, вот сейчас только что вышла в цифру базу данных американских газет, хотела показать. Там местные газеты идут. Значит, всех штатов можно искать на ключевое слово, на фразу. Просто потрясающая коллекция, да? Период до 1922 года. Так, значит, и «Нью-Йорк Таймс». Она, вот мои годы, во всяком случае, бесплатна. Вот, могу привести пример, что, конечно, очень привлекает «Нью-Йорк Таймс», то, что позволяет. Она дает кое-какие-то интересные, неофициальные, какую-то неофициальную информацию, реакцию американского общественного мнения о митингах. Да, как бы, есть возможность понять, что происходило. Вот это отчет о митинге, который происходил в Нью-Йорке в 1953 году в связи, за, вот, например, 5000 человек, очень много иммигрантов здесь было, и деятельное участие принимали молодоамериканцы. Часто упоминалось о американской эволюции и французской связи с освобождением командиром американского корабля Инграхом Венгра, который отправился в Турцию и был там захвачен астрологическими гластями, так называемое дело Кушты. Ну, конечно же, тема американской эволюции, понятно, необъятна, но у нас об этом много писали. Здесь, чтобы кого-то не обидеть, не буду упоминать имена, только скажу, что вот недавно вышли несколько монографий профессора Владимира Викторовича Согрина, руководителя Центра североамериканских исследований, в которых как раз большое место отводится американской эволюции. Писали я об европейских эволюциях. Цель моего выступления скромнее рассмотреть, какие образы американской эволюции конструировались сторонниками молодой Америки в данный период, каково было их понимание в контексте европейских событий собственного революционного наследия. Мне бы главное хотелось узнать, как имело ли оно отношение это наследие в их интерпретации к современности. Ведь американская эволюция была основополагающим событием в районе истории США. В целом молодыми демократами формировалось два образа революции. Это первая, как борьба за национальную идентичность, за национальное самоуправление, и как революция в интересах всего человечества, универсалистская. Это термин их, который уже потреблялся. Итак, первый облик американской эволюции, как борьба за национальный суверенитет. Для многих из нас международная значимость американской эволюции и декларации независимости в частности связывается с философией, естественно, прав. Да, прежде всего. Вот здесь немножко необычное, но для меня, во всяком случае, это было. Главный акцент делается молодыми демократами не на права человека, хотя, во всяком случае, не только на права человека, но и на права нации. Часто ссылаются на Эльмара в отеле. Напомню, что эта работа швейцарского юриста вышла в 1758 году, она вышла на французском языке под названием «Право народу» в Дуа-Джан. И была переведена через два года, в 1760 году, на английский под названием «Low Nations». Поэтому вот «Америко-американцев» это было словосочетание популярным. И как Дуглас, так и Шилдз, например, считали, что Россия нарушила право нации, вторгнувшись в Венгрию, так же, как Французская республика поправила право нации, введя войска в Рим в 1949 году. И проводились параллели между войной за независимость северо-американских колоний и венгерской национально-освободительной борьбой. В «Демократик-ривью» можно сказать, один из авторов занимался национостроительством. Вот, по его словам, в процессе борьбы с Великобританией была рождена нация. Сначала северо-американские колонисты сражались за свои права, но когда была пролита кровь, друг другу стали противостоять, пишет он с оружием в руках, две нации. Конечно же, это был конструкт автора. Историки спорят по поводу того, когда была создана американская нация, но очевидно то, что самой декларации независимости слов «нация» и «американца» не было. И нередко в журнале рассматривались тоже не совсем обычно Соединенные Штаты не как единое государство, а как союз, конфедерация, независимых, суверенных республик, государств. А Сэндерс в 1854 году проводил параллели в духе, конечно, идеологов Юга между правами Штатов, стейт-шайдс, и правом нации. Между положением рабов Соединенных Штатов и убитенными национальностями Европы. И вот, я прямо подпыльгивала, когда это увидела, оказывается, вот в интерпретации журнала иногда герои революции, в частности, Вашингтон, выглядел защитниками принципа национальности. Принципа национальности. Это 18 век. И даже Атлантический океан объявляется, я даже не знаю, здесь как перевести, дорогой, что ли, нации. Highway of Nations. Вот такая реконструкция. Конечно, ни о какой темной стороне национального вопроса в Европе, вот об этом мадеарском национализме, ничего об этом нет. Ну, а подчеркивается особая роль, особый вклад европейских демократов в войну за независимость. Оказывается, герои, герои американской революции, ну, не важно, как можно было бы подумать, хотя о нем говорится, но в основном герои американской революции выступают, по уважению, в Ирландии Ричард Монгомери, прусский военный офицер, генеральный инспектор континентальной армии Фридрих Стойбен, уроженец Шотландии Джон Пол Джонс, ну, конечно, англичанин Томас Пейн, Костюшко, поляк, ну, и, конечно же, лафарет. Подчеркивается особая помощь Франк, которую оказала Франция, особо, значит, Сэндерс Питт говорит о том, что молодежь, американская молодежь, часто цитирует лафарета и его боготворит. Вот эти формируемые молодыми демократами мифы о, так сказать, европейском лице американской революции, о роли национального вопроса вот в эти годы, в период американской революции, можно объяснить социальными рамками настоящего. Тем, прежде всего, что молодой Америкой поддерживались угнетенные национальности Европы и европейские иммигранты, ну, собственно говоря, некоторые из них были иммигрантами. И хотелось бы напомнить, что в это время в Нью-Йорке четверть населения Нью-Йорка составляли юрландцы, более трети, более третий, вообще люди, родившиеся, это 50-е годы, люди, родившиеся за пределами Соединенных Штатов. Ну и второй, как бы, лик, второй лик, да, и надо сказать, что сейчас вот проблема национального сознания в международном контексте становится одной из важных тем в американской историографии. Вот очень недавно в этом году вышла монография Андрея Флэша. Он делает акцент на том, что в гражданскую войну, в период гражданской войны, как многие северяне, так и южане прибегали к эволюционной риторике к опыту американской, как опыту американской революции, так и европейской революции середины 19 века. Южане обращались к принципу национального самоопределения для обоснования национальной идентичности юга и сицессии, а северяне, наоборот, использовали, по-моему, скажем, националистическую аргументацию для того, чтобы подчеркнуть роль союза необходимость консолидации. Ну и второй облик это универсалистская революция, это, прежде всего, республиканская революция, несправедовавшая монархию, учредившая суверенитет народа, народ имеет право на революцию, это радикальная революция, революция из-за главной буквы, в ней огромную роль играли народ, как они его означают, рабочими классами, тоже по-современному. Победа досталась дорогой ценой, лишением многих жизней, и в этом смысле, можно сказать, в определенной степени эта трактовка революции перекликается с заключением неизвестного современного американского историка Гордона Вуда, который подчеркивает, что республиканизм был радикальной идеологией, привел к кардинальной трансформации общества. Но, как утверждает один из конгрессменов, молодоамериканец Маршал, американская революция не решила всех задач, прогресс он связывает с политическими реформами эпохи джексоновской демократии. Ну, здесь, возможно, люди, исследователи моего поколения спросят, а где же, к чему мы привыкли в те времена, где же социально-экономические преобразования революции, да, где же, наконец, социальный вопрос, который играл столь большую роль в период Второй Республики во Франции, да, это Люксембургская комиссия, требование права на труд, так далее, но не только во Франции, а и во многих других европейских государствах. А вот так, вот Игорь Николаевич говорил нам о реконструкциях, да, о порочной практике реконструкции, вот она и здесь появляется. Об этом вообще предпочитают молодые демократы, о социальной как бы молчать. Вообще слово равенство мне особенно и не встречалось в журнале. Значит, если Дуглас вот в 48-м году в своем выступлении о поздравительных резолюциях Французской Республики говорил о ней, то он как бы сбежал Французскую Республику с американской моделью. поздравлялся за то, что Французская Республика установила всеобщее избирательное право, отменена смертная казнь, французы сделали большой шаг на пути к самоуправлению и так далее. Ну, вот единственное, где мне удалось найти какое-то поминание о социальном законодательстве Французской Республики это в статьях Демократик Ревью 48-го года предположительное, они принадлежат Ценберству. Там оно откровенно осуждается и критикуется социалисты и коммунисты. Американская революция, как нередко представлялась, начал республиканский эксперимент политические преобразования в мировом масштабе. Собственно говоря, вот и Шилл и Стоктон колонисты боролись за интересы и счастье всей человеческой семьи, солдаты человечества. Европейские революции представляются наследницами американской революции. И вот как отмечал один из современных немецких историков в коллективной памяти французских и немецких демократов Роберт Блюн, немецкий демократ, лидер левого крыла франковского собрания, расстрелян в небе 1948 года, представлялся мучеником революции. Но не только демократы, как бы европейские революции получали и трансцатлантическое изменение. Демократик Левюк была как раз опубликована в 1952 году поэма «Блюм жив», где имя Блюма связывалось с именем Вашингтона, Костюшка, Кошета, Митча, лиранского революционера и так далее. Основной акцент делался на близость Америки к Западной Европе и, соответственно, на Атлантический океан. Последний выступает как некое социокультурное пространство, связывающее старый и новый свет. Меняется само понятие времени, оно ускоряется, а пространство между континентами сжимается. Кстати, говоря, демократы говорили о том периоде, от которого они живут, как о современности. По словам Ралли, каждый день Атлантический океан, разделяющий нас, становится все меньше. Мы с Европой превращаемся в единое целое. В связи с дискуссиями о внешнеполитическом курсе США в отношении Европы часто апеллировали как младоамериканцы, так и их противники к прощенному обращению Вашингтона 1796 года. По словам Суэ, Вашингтон вовсе не был поборником бездейственной осторожной политики. Он иронично отзывается о тех, кто говорит об изоляции Суэльичных, в то время как наши плавучие дворцы, то есть мельцинги пароходы, могут добраться от одного континента к другому за меньшее время, нежели требовалось 55 назад совершить путешествие из Буффало к Филадельфию. Вот эта близость Америки и Европы объясняется развитием культурных и общественно-политических контактов между континентами, новыми изобретениями, в частности открытием телеграфа, развития средств коммуникации и дешевой прессой, установлением регулярного пароходного сообщения между США, между Америкой и Европой. Вы спросите, наступило время бороться, как в 1776 году говорится в демократии Кривии. Вы спросите, а как конкретно они предлагали бороться? Опять же, ни о какой конкретной помощи, о формах и методах вмешательствах, об этом речь не шло. Немалажное значение придавалось экономическим соображениям, но в целом они высказывались неопределенно. Нередко говорили о западной цивилизации в западном мире. Наверное, это вам о чем-то напомнит, во всяком случае, может быть, исследователи моего поколения, напомнит о многом катековавшейся в советские времена концепции атлантической эволюции. Формировка его принадлежит, впервые с ней выступили американские историк Роберт Паймер и французский историк Жанг Гатшов в 1955 году на конгрессе в Риме. Революции 18 века, прежде всего американская и французская, в их интерпретации выступали как феномен присущий атлантической цивилизации. Думается, что хотя термин атлантическая революция еще не вошел в употребление, так же, как и атлантическое сообщество, сторонникам молодой Америки высказывались некоторые идеи, созвучные этой теорией, и по существу признавалось трансатлантическое измерение американской революции. Правда, в основном проводились параллели между американской революцией и европейским революционным движением середины 19 века. Прилагательное трансатлантическое и сторонникам молодой Америки употреблялось, но сочетание демократической революции Атлантический мир, Атлантическое сообщество не и не встретилось. Молодые демократы в целом отвечали особенно неприязненным отношением к чернокожим, но в определенной степени в их интерпретации Западная Африка, Карибский регион взаимодействовали с Североамериканской республикой, и журнал Демократик Ревью позднее Сэндерс сравнивали европейскую миграцию в Североамериканскую республику с колонизацией свободными чернокожими западного побережья Африки. Эволюционные события в Старом свете ставились в один ряд с расширением зоны свободы в Северной и Центральной Америке в соответствии с концепцией предопределения судьбы. Кстати говоря, она тоже впервые это слово сочетание было и употреблено в этом журнале в 1945 году. Многие сторонники Мородой Америки поддерживали фигустерские экспедиции на Кубу и по словам New York Times многие из них состояли в Тайном Ордене Одинокой Звезды одной из целей которого было включение Кубы в состав США. Демократик рисовал сиромагический образ этих членов ордена. Они представлялись как смелые бесколестные защитники свободы и независимости Куба ведущие борьбу в традициях 1776 года. Ну мне кажется что дух молодой Америки в определенной степени воплощает композицию художника Ричарда Катона Гудвеля даже не знаю как перевести он но ушедший 76-й и молодой 48-й. Ну вот только такую я нашла я могу потом дать распечатку может быть там немножко почетче это вот это вот картина 49 года художник до 1800 я вам уже немножко говорила она когда у нас но поскольку не все присутствовали повторю художник родился до 1745 года проживал в артиноле штат нерриан а затем учился живописи в досибирской академии художеств и до ранней своей смерти в лондоне в 1855 году в основном находился в европе это его картина впервые экспонировалась американским арт-союзом в нью-йорке в 1850 году имела большой успех вот как описывалась эта композиция в бюллетене арт-союза картина представляет молодого офицера который недавно вернулся из мексики который рассказывает членам своей семьи о некоторых военных эпизодах одним из наиболее внимательных слушателей выступает дед чей портрет на стене в военной форме как и бюст вашингтона на книжном шкафу указывают на то что он ветеран революции другие действующие лица отец и мать это кстати реальные родители бюлеля сестра тоже его старшая и несколько чернокожих слух появляют живое любопытство над камином здесь не очень она видна картина джона трамбола подписание декларации независимости исследователи по-разному истолковывают эту картину мексиканская война как известно чрезвычайно обострила внутриполитическую полемику в сша по вопросу о рабстве первая точка зрения что молодой человек как бы пытается представить свою службу как продолжающую семейную традицию вот показывают рукой на портрет деда в военной форме но старик с недоверием и скептицизм относится к словам внука о чем свидетельствует его как бы от него глаза и сама его поза об этом говорить молодому офицере биограф удвела джастин вульф усматривает представителя молодой но есть и другая точка зрения гленна волочи он сказывает он заключает что нет достаточных оснований для утверждения о том что стоит казачаровым партийные симпатии художника нам не известно будет был по свидетельству родственников очень скрытным человеком и даже потом брат говорил вот исследователи о том что они даже в семье не знали что он жил со второй раз на своей студентке там в европе но как мне кажется судя по названию композиции в памяти художника американской революция связывается с 48 годом это как и завершение войны в мексике подписание договора кодолупа и дарьга и революции в европе а композиция вот эта композиция иногда интерпретируется и в плане конфликта поколения с точки зрения вулфа она символизирует дисфункцию семьи эрозию семейного курса что в частности проявляется в бездействии нерешительности отца пассивности матери которые не стремятся примирить сына и деда ряд исследователей полагает что сторонники молодой америка оперируя понятиями молодости и прогресса как бы совершили ну как бы отцу совершали отца убийства некоторые патрицит да и стремились оспорить авторитет отцов-основателей до демокрита кривил начал подчас грубую по словам европ таймс находившиеся на грани приличия компанию расчистки как они называли аргиев и конюшен против старых литроградов олд-фоджерс которые противники прогресса ограниченные чье поведение отличается бездействием которые цитирую в зрелом возрасте появляются в сменявчиках вот еще один значит молодой американец говорил он организировал на людей которые в условиях политического второго детства продолжают прикладывать бутылочку молока губа ну вот так грубовато да значит содержался конкретный призыв избрать государственного деятеля нового поколения прогрессивного человека 35 лет который может влить молодую кровь предложить свежие идеи и направить юные сердца на службу республики ну явный намек на 38-летнего дугласа столь радикальные высказания в целом не были характерны до этого как пишут исследователи в целом всегда делалось делался упор на то что на ответственность сыновей и внуков за судьбы страны на их долг продолжать дело героев американской революции молодыми демократами используются слова нередко поколения и дело это принимается по мы попытки сформировать идентичности исходя из критерия возраста исследователи спорят по поводу того что можно положить в основу понятие поколения но если считать какое-то событие основополагающим жизни определенного поколения то для молодых демократов таким видом событием была англо-американская война 1812-15 веков социальные переживания с ней связаны часто возникают у них в памяти дуглас и о салиман родились 1813 году сэндрос в двенадцатом брокер например в пятнадцатом и поэтому неудивительно что часто образ англии которых у них складывался был враждеб я не могу сказать что это был патрицит вряд ли они выставят не против отцов их кумиром был джексон а против некоторых против мигов в основном политических противников и некоторых лидеров демократической партии самих младоамериканцев близкий к ним литератор и журналисты монт паренк в своей лекции в нью-йорке в 54 году относит к третьему поколению первое поколение отцы основатели а третье поколение как он говорит молодая америка это сэндерс ралли и такой журналист из агайо кори а в европе это мадзинь и кошут ничью третье поколение вот это его лекция которую читал молодая америка и его доктрины и ее люди очень интересно он выделяет сходные периоды вы скажете что эти идеи молодости прогресса использовались для излечения политических дивидендов и иногда рассуждения были просто имели демагогический характер да в определенной степени это так но думаете нельзя забывать что в это время как соединенных штатов так и в европе молодежь из средних классов начинает заявлять о себе и претендовать на участие в общественно политической и культурной жизни страны в годы июльской монархии молодежь часто во франции часто ассоциируется с идеей революции социального протеста но мы сразу вспоминаем вот эту картину даракла известную 1830 года свобода ведущие на баррикады вот рядом с этой женщины значит рядом с этой молодой обнаженной женщиной мальчик оборвыш и студент вооруженные английская писательница фрэнсис тролл которая посетила париж 1835 году говорила по сочному об особой молодежной контркультуре сочетание молодые люди парижа звучит как удар молнии с парижем эпохи июльской монархии связывают и такие феномены как богема и в известной мере дэндизм даже вот можно сказать что вот его портрет самого я считаю можно его к сожалению в интернете нету да я взяла из монографии вот он сам да может быть и немного дэнди дает его раскинут эти его клетчатые брюки раскинутые ноги да вот это его курточка богемная культура распространяется на некоторых испытывающих влияние романтизма молодых писателей и поэтов уходивших в молодую классию и мне кажется вот эти изменения отражала и нью-йоркская жизнь хотя богеме а богеме нью-йорк таймс в нью-йорке говорит несколько позднее в 1858 году в одной из местных газет штата агайо в заметке которая так и называлась молодая рейка рассказывалось как они говорят о мальчике но с нашей точки зрения подросток тенейджер 14-17 лет тогда слова и доллосом вот юность то что называется да вот подростковость этом слова еще не было но появится он уже 19 20 и вот этот значит подросток может ругаться как извозчик играть в карты как заядлый игрок употреблять крепкие напитки он проявляет знания государственных делах понеближительно отзываясь об отцах основателях алекс гамильтон и тонн джекерсон заявляет он были сильно переоцениваны дэна вебстера выдано вебстера гена клеили дженна как он это видно как раз то деятельности шаримились определенные способности но в целом они чересчур медленные для нашего прогрессивного а газета алабамы сообщает о свадьбе молодой америки жениху 16 лет на месте 15 это 53 год и мне кажется что вот это апеллируя к идее молодости прогресса сэндерс и его друзья учитывали вот эти веяния времени таким образом я подвожу как бы подхожу концу память прогрессивных демократов об американской революции еще раз повторяю было обусловлено современности их отношением прежде всего их отношению к национальному движению в европе к европейским республиканцам а также самой внутрихологической если можно так вывезти повесткой дня в соединенных штатах вряд ли правда правомерно вести речь об их коллективной памяти может показаться что конструированные образы американской революции как универсалистской с одной стороны и как национальность другой вступают в противоречия друг к другу но для нас это так но многие демократы в европе и сша в это время еще не противопоставляли нации человечеству и не проводили жесткого разграничения между национальными универсалистскими ценностями вот к примеру шиллс говорил в декабре в сенате декабрь 51 года венгрия утверждает он вела борьбу за национальность в интересах всего терроризованного мира отдельные нации включались в общую как бы семью народов универсал подразумевал плюрализм национальных культур подобное отождествение национального с интернациональным общий европейским особенно характерно для было для магазин и а также для польской демократической мысли этого периода в чем усматривается для романтизма ну вы можете сказать что я немножко идеализирую сторонников молодой америки но хочу обратить внимание на то что здесь вот сегодня шла речь о дискуссии американской революции в риторике молодоамериканцев конечно чтобы спортировать цельное представление об их воззрениях о соотношении национального и интернационального думаете необходимо рассмотреть конкретную внешнеполитическую деятельность сторонников молодой америки и здесь уже картина будет иной но эта проблема отдельная тема по заключение американского историка тиммерти роберса кстати его книга эта книга 2009 года вызвала оживленные доживленные дискуссии в интернете после первоначального энтузиазма в связи с событиями европе концу 48-49 годах усилилась приверженность американцев доктрине американской революции обеспечивают благополучие республики наступил очередной стекло изочарования но в дальнейшем как утверждает автор 50-е годы транс атлантический диалог был продолжен реформаторами и противниками особого института и поколению 48 года прежде всего немецкими иммигрантами которые интерпретировали борьбу по вопросу о рабстве в контексте европейского революционного опыта и таким образом сама гражданская война у него являлась американским ответом на революции середины 19 века но хочется сказать что вот все таки не все подчеркивают приверженности этой доктрине американской исключительности публицисты демократик ревью и после поражения революционного движения в старом свете подчеркивали связь американского революционного опыта с европейским международную значимость американской революции ощущали себя частью трансатлантического сообщества и отставили как бы мы сейчас сказали идею атлантической революции или как бы атлантика нации что ли исследователь молодой америки йонатан ел полагает что эта блокировка не доминировала в демократической партии все же как представляется они пользовались определенным влиянием среди прежде всего европейских эмигрантов нью-йорка и на среднем западе конечно хотелось бы чтобы они соединяли приверженность свободе в европе вот это трансатлантическое измерение американской революции с неприятием невольничества у себя дома ну вот так не получается ряд из них действительно защищали особый институт включая кстати может быть это не очень хорошо известный некоторых членов молодой Ирландии Джон Митчелл вот этот ирландский революционер был ярым защитником рабства в Америке и его сыновья погибли борясь на стороне конфидерации думается было бы упрощением видеть во всех южанах не подумайте что я их защищаю но во всех южанах противников идей революции и прогресса так же как во всех представителях запада эмигрантах из европы борцов против рабства и оппонентов экспрессионистской политики спасибо за внимание очень интересным представлены разные типы источников то есть источники очень разнотиплены по своему характеру разно жанру то есть у нас с вами здесь протоколы конгресса здесь есть пресса то есть основную такую стержень источников конечного пресса и был представлен видеоряд и цель состояла на мой взгляд Марина Исеевна довольно четко ее перед нами поставила то есть вот существует попытка самой Марина Исеевна воссоздать реконструкцию которая происходила в середине 19 века а американской революции которая была ну вот полвека назад скажем да то есть уже прошло некоторое время есть уже некий некий некая историческая дистанция да которые позволяют сформировать новый конструкт новое восприятие нового поколения а событие которое стало основным для рождения скажем США Америки на мой взгляд здесь очень много линий было представлено и я думаю что Марина Исеевна с удовольствием выслушает ваше мнение о том материале который был представлен и я думаю что у нас есть возможности и вопросы задать и подискутировать вот поэтому вот все кто там сидят я прошу присесть за стол это связано с техникой и потому что мы будем разговаривать чтобы туда нам по по кругу не крутить чтобы в эту камеру чтобы все попали когда будет разговаривать вот и у меня например очень много я не знаю как у вас дорогие коллеги но у меня например возникла очень четкая аналогия современной ситуации которые которые переживает сейчас российское общество да то есть мы должны понять что разговор шелосьми поколений да власти находящихся то есть поколение скажем 60-летних да есть молодой поколение 35-40 лет который говорит уйдите уйдите у нас нет социально-экономической программы да у нас есть некий определенный революционный образ мы говорим вот об этом об этом об этом я думаю я не знаю согласна или согласна у меня просто возникла такая ассоциация можем обсудить это если захотим потому что я прямо чувствую вот ваш посыл да по видимо вы тоже понимаете кстати говоря вот этот термин геронтократии да 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 это именно во франции в 19 веке да я как-то даже и смотрел когда я даже и не думала в общем мы можем продолжить разговор с ним правильно и не дальше если это будет интересно а и да да и вот это вот эти революционные настроения вот во франции кстати думаю вот это то что отражено в картине на графа кстати один из многие исследователи как раз вот связывают с тем что вот париж был наводнен этой молодежью из провинции но они не могли устроиться они были вне социальной иракции невозможно было все места были заняты людьми вот как бы свыше пятидесяти все государственные должности да значит все еще где-то вот преподавательские преподавательские еще где-то там у них есть какая-то статистика там где-то среднего возраста еще присутствует и вот им ничего не оставалось делать как сидеть в кафе да вот такая вот вообще на самом деле нужно сказать что вот довольно часто вот эти переходные периоды до в истории которые завершаются какой-то катастрофы каким-то катаклизмом то есть чаще всего три валют или переворотом действительно вот как-то они совпадают со сменой поколений то есть какая-то коленческая привязка здесь четко совершенно фиксируется не давать посмотрим на ту же революцию нашли 17 года то есть здесь посмотрим ну то есть можно дальше смотреть на многие примеры скажем и английской революции там тоже помогут это просчитывать можно посмотреть но тем не менее мне кажется что посыл связаны и современной ситуации здесь у нас сейчас сегодня для меня был очевиден я не знаю вы создать на это делали или как-то так вышло я как раз они сказали она подчеркивали что отцы основатели в основном были молодыми так же как и члены молодой европы кстати говоря да там тоже очень в основном были спасибо большое так что коллеги подключайтесь к нашему разговору вот не забывайте представляться высказывать свои мнения вопросы да ждем вопросы от наших коллег которые есть онлайн пока что вопросов нет и приветов нет нам пока что нет кого-то я думаю что сейчас самое время подключиться всем пожалуйста коллеги вопрос вообще революции мне кажется очень интересное особенно конструирование пользы вы представляете что иван футкин я вот занимался вопросом красного мая во франции шестьдесят восьмого года и вообще вот это всплеск я должен сказать что не только сегодняшняя ситуация сегодняшнюю ситуацию с вами был шестьдесят восьмым годом и даже можно сказать что и если углубляться действительно вот туда к вашей теме в америку шестьдесят шестьдесят восьмый год да сидели сидим у меня больше не интересует такой вопрос а вот как они видели мы уже услышали их связь с европой новой европой а как они видели устройство устройство страны вот после смены поколений вот скорее всего вот потому что когда я и красный майя сейчас в общем то это вот это левые леска самая он взбунтовался он побурлил побурлил но учитывая что никакой программы не было то он шаль любой постнапросто подождал пока все это молодожь и все это спустилось и дальше пошел вопрос какие течения республиканцы ну понятно что республиканцы демократии вообще все-таки говорить о конфликте поколений в этот период в америке все-таки это конечно преувеличение преувеличение америка это конечно не франция во франции да говорят даже о поколении 30-го года периода июльской монахи то о чем она истинно славно говорила да эти вот идеи революции да то есть но они не ясно чего хотели они хотели замены до республиканского строя до большинство из них хотела до замены вот это и прогнившие мистер монахи как они считали до засилье вот геронтокате всеобщего избирательного права не забудьте что да еще голосовал я вот сейчас в франции один из скольких там в общем еще потому что избирательность достаточно высокие гендерные высокие ягоды не пускали поэтому политический строй но те кто радикалы представляли конечно республику период июльской монахии да но были различные течения в америке конечно молодые американцы это было вверх как бы я уже говорил что джексон среди демократии это они считали что это верх политически они в общем связаны с политическими преобразованиями что уже сша вот только совершенствует да 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 все уже как бы да это каждый струн мы иногда говорили о демократическом республиканизме вот так о республиканизме говорили еще как ограниченные полномочия штатов да ограничены демократы вообще ну и в том числе вот сторонники молодой америки ограниченные полномочия федерального правительства хотя в чем-то они уже стали задержаться с видами поддерживали некоторые пункты программу лучше субсидии на строительство железных дорог там каналов это вот традиционно ригская программа здесь уже у них есть некоторые подвижки но в политических преобразованиях в общем они считали что да америка уникальна те же американская студия уникальна и уже идеально да видимо и вообще кроме политического а социальных видите вот а социальных здесь не было и арабство тоже молчали ну да здесь конечно некоторые из них тут не было еще с кого не было единой какой-то позиции по вопросу как бы были даже агентами вот конфедерации при гражданской войне да и даже будто бы сандерс есть такие сведения что сандерс даже замешан в заговоре против линкона был связан с луксом убийцы ну это не подтверждено сам это отрицал но сказать что то здесь и вот еще интересное профессиональное образование профессиональное образование ну мне профессия в основном юристы да в основном юристы конечно зарабатывали они как юристы да и дуглас тоже начинали как юристы да ну а ралли вот я даже не знаю он занимался журналисткой деятельностью писал в Нейшн да в Ирландии ну по-моему он был скорее профессиональным инвестиционером да он вот надо проверить вот надо проверить надо проверить но он в основном вот занимался писал статьи в Нейшн а потом вот участвовал в этом восстании в 48-го года после чего он был собственно молодой он был 24-го года и значит в 48-м году он в 48-м году он бежал в Олег значит сколько ему было лет 24 24 он может быть еще а ведь он может быть закончен учиться и так сказать сразу да да вот у кого еще тут можно сказать Сэндорс между прочим занимался он из простой семьи его отец занимался разведением скота с крестьянской семьи ну так как бы да хотя дед его вот он имел отношение к политикам к политической жизни вот периода войны за независимость да и он был назван в честь деда Джордж Никкласс в Америке в общем-то возможно было в этот период не сказать что все но возможно да 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 у меня к вам на этот вопрос мальчик а Я понимаю, что наиболее ярко эта концепция источниковой базы прослеживается в периодике, то есть основной пласт источников или не только? Ну, Максим, вы хорошо на это обратили внимание, спасибо. Я просто уже не стала тут говорить, чтобы не задерживать внимание. В принципе, конечно, не только эти источники, есть еще и письма, есть еще и выступление, коллекция выступления по случаю 4 июля, я ее смотрела в библиотеке. Какая роскошность письма в Волбане. Ну, меня, конечно, сейчас очень спасает интернет. Вот сейчас многое... Конечно же, здесь надо многие письма, они рукописные в архивных коллекциях. Это, конечно, надо работать в Соединенных Штатах Пашингтоне, в Нью-Йорке и в некоторых западных штатах. Я, конечно, сейчас использовала то, что возможно, пользуюсь материалами интернета. И вот буквально недавно это стало возможным. Ну и, конечно, архивы внешней политики Российской империи, там кое-что любопытное есть. Александр Бадиско, который был представителем, да, дипломатом, да, посланником России в Вашингтоне. Он писал о молодом мире то, что есть у меня вот статья сейчас в американском ежегоднике. Ну, в принципе, да, вы правы. Получается, что вот сейчас много дает пресса. Вот я там прямо на словосочетание вложу, да. Значит, много дает пресса или протоколы Конгресса. А какое отношение российского санника к молодой Америке, к активистам молодой Америки, как-то он рассматривал их? Ну, он, конечно, их осуждает. Это он считает радикальная демократия, да. Экстремист. Слишком торопятся, да. Слишком они торопятся. О многих говорили, о молодых американцах говорили как о быстрых молодых людях. И символом, кстати, молодой Америки выступал, вот как раз мальчик продавец газет. У меня даже есть, в интернете есть об этом статья, да. Вот, это как бы, она сейчас есть онлайн, в режим онлайн. Вот, это как бы символ молодой Америки, да. Он, с одной стороны, воплощает вот этот дух, все технические новшества, да, вот эту дешевую прессу. И в то же самое время вот эти мальчики представлялись, как, да, ну, как бы демонстрировались на их примере возможности, так, якобы, джексоновской демократии, возможности продвижения вперед, да. Хотя, как показали исследователи, это было совсем не так, единицы пробивались, да. Ну, в общем, да, в общем, Бодиско, да, Бодиско, он осуждал молодой Америки, да. Это, даже можно сказать, противники. И там была целая дискуссия в связи вот с делом Кошты как раз. Ну, у меня есть об этом статьи, если кого это заинтересует, могут посмотреть, так что это тут можно. Ну, я так понимаю, что, например, молодая Америка, это одно из, вообще, скажем так, комплекс, в общем-то, в основном из южных штатов, конкретных мыслей, которые мысли в одном направлении, но в то же время я так думаю, что были явно какие-то оппоненты, которые критиковали их. И вот, если говорить об оппонентах, то, может быть, у оппонентов были какие-то, еще и насчет социальной сферы, насчет того, что, ну, что их критиковали, в том числе, за то, что они чаще уже идеализировали американскую… Политическую систему? Ну, да, политическую систему. Ну, да, политическую, потому что, я так понимаю, что молодая Америка – это те люди, которые говорят о том, что как жить хорошо в Америке, и что, в общем-то, мало чего надо менять. Наверное, были люди, которые критиковали их, и во многом критиковали именно по социальным аспектам, думаю. Да, я вам спасибо, это вы важно подметили. Действительно, они были оптимистами такими, то, что было бы сказано, такими идеалистами даже, может быть, да? Хотя некоторые считают, что у них тут были весьма корыстные интересы. Ну, у кого-то были корыстные, а кто-то, может быть, и искренние, да? Надо учитывать, что было много вот этого поколения 48-го года, которые принимали непосредственное участие в революции. Противников, конечно, было много. Это «Вигский», прежде всего, издание, но, кстати, «Американ Виг» – главный противник в Нью-Йорке, журнал. «Южный» журнал «Салванг Водри» – демократический, кстати говоря. Но среди демократов тоже там были разные течения. Значит, в этот период, этот период избирательной кампании 52-го года, еще выдвигались, значит, кандидатами в президенты помимо, значит, Дугласа, выдвигался Билл Кэннон такой, тоже делал. Значит, он вообще молчал по вопросу об отношении к революциям. Франк Эмпирс, который был избран, он, ну, в общем, в определенной степени был говорил младоамериканцам, некоторых из них он даже отправил представителями США в другие страны, но он, в общем, в определенной степени стремился как-то его навесить, да, и назначал их противников тоже. Нельзя сказать, что он целиком вот только Ленина эту проводил. Так что были, вот, в самой демократической партии были противники, и, вот, если говорить об Американ Вига и Виге, то с чего больше опасались, как бы, да, вот, Виги. У Виги тоже там не было единства, да, нельзя представить, что это была единая такая консервативная партия. Там было более такое, ну, что ли, прогрессивное сечение Вильям Сьюорд, будущий госсекретарь, да, США, вот, у Линкольна. Ну, он тоже поддерживал европейских эволюционеров, но Виги, скорее, делали упор не на прямое вмешательство, да, во всяком случае даже на словах, а на моральное, нравственное, например, США, светочь всех наций, да. Как бы, более консервативные, конечно, вот эту социальную Виги, Северо-Восток, консервативные Виги, они вообще потом, вот, были, можно сказать, в большей степени привержены вот этой токтении американской исключительности, да, осуждали вот все эти мероприятия и французской республики, да, и вообще действия эволюционеров, то есть социальные моменты здесь тоже были. Кроме того, в определенной степени им было отношение к мигрантам из Европы. Ну, не все Виги их приветствовали, ну, может быть, вот прогрессивные приветствовали, а другая часть как бы опасалась вот, ну, как бы вот этого, ну, формула, что ли, вот негативного влияния, да, ну, ирландцев, да, здесь, конечно, имел еще, ну, можно сказать, что, ну, играло роль то, что они были католиками, да, вот этот антикатолицизм, да, на этой почве вырос потом так называемый нейтивизм. Нейтивисты были, выступали за то, чтобы европейские иммигранты не выдвигались на государственные должности, и чтобы был увеличен срок натурализации, да. Нейтивизм тоже вышел в значительной степени вот из вигизма, вот. Ну, а кроме того, все-таки, вот если говорить, мне кажется, у нас не всегда допускается вот здесь правильная формулировка, когда мы пишем об экспансионизме США. Все-таки экспансионизм США в это время вот это вот можно связать с молодой Америкой. Но это была лишь фракция в демократической партии. Виги в целом в меньшей степени были привержены вот этой экспансионистской политике, да. Может быть, и таким по консервативным как бы мотивам. Они опасались того, что вот общество это будет такое неоднородное, гетерогенное, и будет как бы вот мексиканцы, да, в него будут вот эти низшие вот мексиканцы, индейцы, вот. Ну, они привнесут как бы негативные черты в американское общество. В известной степени я говорю, что младоамериканцы были, конечно, расистами, если вообще можно употреблять этот термин в отношении людей того времени, да. Но в отношении индейцев все-таки вот даже, я уже сейчас не говорила, за недостатком времени была такая Джейн Казно, Джейн Макманус Казно, по мнению одной исследовательницы, современной Хадсон. Это ей принадлежит вот это словосочетание, мэнэфэс-бэст, когда поделилась судьба, а не Джону О. Салевану. Так вот, она, даже говорили о том, что ходили с плейтами среди современников, о том, что она сама индейского происхождения, она считала, что индейцев можно привлечь на службу республики, да, что, как бы, ну, и они заслуживают их участь, заслуживают определенного сострадания, хотя она уже решена, да, хотя понятно, что они должны подчиниться вот этому ходу западной цивилизации. Да, так что в отношении мексиканцев тут, да, тут более срабатывали расовые взрослые взрослые. Но в целом вот такие, пожалуй, имелись некоторые расхождения, если я вам ответила. Спасибо большое. А, еще, пожалуйста, вопросы. Да, все вы говорите. В дополнение к тому, что вы говорите, поскольку уже здесь затронутся тема, но и наша политика, я должен сообщить, что сегодня уже был нормальный директор Морёв под заголовком, ну, он сейчас известный в такой ситуации, под заголовком «Будьте реалисты, требуйте реалисты, не реалисты». Не важно, что будет реалисты. Да, да. Это 68-й год. Он излагает те возможные меры и действия, которые он собирается предпринять в защиту своего положения. То есть это обращение в европейские инстанции. Первый вопрос. Спасибо. Так. Еще есть какие-то вопросы, ребят? У вас какие-то мнения, вопросы? Спасибо большое. Потому что я понимаю, конечно, что... Нет, 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 нет. На самом деле, если нет, то я позволь себе, да, как какое-то, даже не заключение, скорее, даже еще и вопрос. Вот смотрите, как интересно. То есть у нас идет борьба за... То есть революция как борьба за национальную идентичность, да, то есть уже прошло 50 лет, ну, скажем, есть некий исторический интервал, да, с момента завершения революции. С другой стороны, для того, чтобы представить революцию, используется целый набор мифологем о европейском лице вот этой американской революции, да, то есть вот я его цитирую. Вот, как вы думаете, на чем базировался вот этот посыл к мифологизации именно на основе европейских каких-то стандартов? И вообще вот это постоянное... То есть когда мы говорим об идентификации, да, о национальной, то есть как раз, наоборот, подчеркивается уникальность, самостийность какая-то, да, то есть вот той же самой революции. А здесь используется европейский опыт и делаются максимальные покупки для сближения, скажем, европейского опыта, американского опыта, да, что он имеет одну основу, он имеет один какой-то базис. Ну, они как бы вот эти два дискурса, что и один, два микродискурса, да, они параллельно иногда дополняют друг другу, да, иногда нам кажется, противоречит, но вот они, видите, я говорю, не смазывают противоречие. То есть для них это совершенно единый конструкт, который вот дополнял, дополнялся, скажем, уникально дополнялся, общих характерным для революции вообще. Вот еще очень интересное, очень интересное, приятное для меня наблюдение, вот стремление к сближению с европейским вот этим сообществом, да, то есть когда Америка рассматривается не как отдельный совершенно универсальный социум, да, а как один из вполне естественных сегментов, скажем так, общеевропейского, скажем, общемирового пространства, в том числе и европейского пространства, да, то есть вот океан сужается, континенты разрастаются, расстояние становится меньше, времени меньше, и то есть это как раз носители континентальной культуры, правильно? То есть вот поэтому, может быть, из этого и исходит вот эта попытка сближения, приближения Америки к Европе. А вообще сейчас к этим я заметила буквально в последнее время, вот конец муревых годов, вот сейчас вот огромный интерес на западе. Я думаю, что przykład безумно интересный инспорт. Американский, SJB сейчас именно международный контент, а сейчас ами qualunia в Малкарской Франции. То есть мы всё время говорим – есть европейское сообщество, есть Америка, да. То есть вот мы говорим там Франция, Америку, мы говорим – есть европейское сообщество, есть они, ariamente участки совершенно. Это уже стереотип, который в мозгу современного человека чётко совершенно сидит. И вот в этой ситуации для меня, конечно, очень интересно, что в середине 19 века мы имеем совершенно чуткие модели, которые вписывали Америку в общего европейское пространство. То есть, так я понимаю, здесь я не очень точно выражу. Да, нет, совершенно так. Именно так. И международный контекст. А сейчас даже я была, поскольку здесь много молодых, может быть, если в дальнейшем будут заработать на тело, просто хочу сказать, что сейчас уже идёт даже не этот атлантический, хотя он продолжает, а уже расширяется глобальный контекст. Вот посмотрите, сейчас уже говорится об эре революции или эпохе революции, эзио-революшн, в глобальном контексте. Вот в иностранке, я книгу. Здесь каждый пишет под редакцией Дэвида Анатоджа. Да, здесь 2010 год только, да? То есть, здесь они рассматривают вообще более широко. Да, здесь уже, конечно, нельзя говорить ни о Памере, концепции, ни о Гадшо. Они расширяют, то есть, они рассматривают и Азию. Да. Это как раз то, что мы говорим о синхронном рассмотрении истории, когда мы берём вот эту вот эпоху. Здесь сто лет, как раз середина 19 века, революции 1760-1840-й, когда берётся не просто отдельная страна, не просто отдельный континент, а когда берётся мир, да? То есть, и рассматриваются все те движения, пытаются вычлениться, странно пытаются показать универсально. Это очень продуктивный путь, но он очень тяжёлый. Очень тяжёлый. Да, безумный, сложный. Здесь требуется кооперация. Да, и пишут здесь, в основном, вот видите, вот под редакцией Дэвида Анатоджа, и вот какой-то американец, индийский, я даже не боюсь его произнести, индийское присаживание. Здесь каждый пишет специалист по своему, по своему периоду и по стране, да? И они очень осторожно пишут, мы берём с точки зрения, видите, global causation, да, вот, как бы, общих причин, даже не просто сравнения, а взаимосвязи и взаимодействия, да? Взаимодействие и сравнение в таком плане очень тяжело. Они доводят до 1840-го года. Да, и в последнее время, что это 40-го, потому что там очень интересные события были и дальше. Да, до англо-китайской узловной войны, да? Да, да, а дальше вот Бейли в конце признаёт, да, в послесловии, он признаёт, что можно и вести дальше. Допустим, рубеж 50-й год до контрреволюции, ну, тоже это условный, да, это можно, можно все время, да, сравнивают, допустим, европейские революции с... Не, ну, почему, скажем, да, в конце 19-го века, как бы, и европейских революций уже исчерпан, да, да, дальше уже будет наша революция, и дальше уже революция немецкая, ну, это же другой цикл революции совсем, на другой основе существовавшей. Вот, на самом-то деле, вот почему этот подход может быть очень интересным, я говорю про синхронизм, да, то есть вот про синхронную историю, которая здесь, попытка, которая осуществить здесь представлена, потому что, на самом деле, вот каждый из нас, работая на своём материале, прекрасно понимает, что этот материал является уникальным, да, по-своему, что каждый источник, поскольку его субъективное происхождение, да, то есть он уже не уникальный. С другой стороны, вот работая, например, по книжной культуре, тот доклад, который я делал по индексам книг в 16-м веке, работая над этой темой, я убеждалась в том, что на самом деле нельзя говорить о французском, скажем, ренессансе, нельзя говорить о французской книжности, потому что она европейская. Люди, которые жили во Франции в 16-м веке, они, с одной стороны, вот у нас был круглый сток по античности, где Андрей Владимирович Торонин нам всем показал, объяснив, что в 16-м веке формировалась нация, и, значит, всё было по слову, поставлено на службу этой идеи. Да, во Франции тоже формировалась нация, это период 16-го века, да, то есть завершение формирования национального самосознания. Но, с другой стороны, они абсолютно были открыты, границы были открыты, из университета в университет они переходили, учились, работали, то есть было общее интеллектуальное пространство, общая информационная среда, интеллектуальная среда, культурная среда формирует вот те запросы, и, вы знаете, они, в общем-то, общечеловечественно, получается, что они совпадают. Ну, может быть, там разница в 10, в 15, в 20 лет, но эти же проблемы на разных континентах, в разных странах так иначе актуализируются. Видимо, вот существуют какие-то информационные такие вот коридоры, да, вот через которые эта информация, она иногда не вербализуется даже, да, то есть независимо друг от друга, вот там, ну, пример, два человека приходят к ним этим же выводам. Вот, это говорит об определенной степени зрелости общества, то есть вообще, вот, общечеловеческого какого-то объединения, об этом можно говорить, об этом можно спорить, это можно рассматривать на примере гипотез, а это можно рассматривать и на, выдвигать в качестве конкретных выводов на конкретном исследовательском материале. Вот, например, меня сейчас скрывать книжность очень интересует, по той же причине, что, и когда я книжку свою делала, я писала об общеевропейском, об общеевропейском историческом сознании, потому что не делили они себя, то есть вот они, конечно, когда религий сходил о том, какой город самый красивый, конечно же, писали, что Париж столица всех столиц в 16 веке, там, это ясно, конечно же, когда говорили о происхождении, конечно же, французы имели самое древнее происхождение, куда там и перманцы вообще с нами текаться, да, и вот это всё, да, да, это было, но в то же время, когда заходил разговор об общей интеллектуальной среде, она была одна, то есть и Агентин читал таксито, и Баден читал таксито, и тот же самый Атман читал таксито, они все в одной дискуссии находились, то есть в одном интеллектуальном поле, совершенно не делясь там на по национальным признакам или там принадлежности гражданства или подданства, то есть действительно вот это очень интересно, и поэтому мне думается, что здесь нужно говорить и о тенденциях, как бы автономных тенденциях, да, то есть вот сейчас стремились к самой идентичности национальной, с другой стороны, общей европейской тенденции сближения культурных, интеллектуальных каких-то корней, ну тут даже нечего говорить, это совершенно очевидно, и то, что мифы строились, то есть вот эти мифологемы, взятые из французской революции, да, то есть вот мне тоже они совершенно очевидны, потому что они были носителями европейского менталитета, то есть они по-другому просто не могли, это точно так же, как вот сейчас люди, которые прожили большую часть своей жизни в ФССР, они тоже являются носителями другого менталитета, да, то есть и, разумеется, они используют его, поэтому, мне кажется, что безумно интересная тема, Мария Алексеевна, я даже не ожидала, что такие интересные выходы, особенно у меня четкие совершенно аналогии с современностью, с нашими сегодняшними. Ну и мне кажется, Мария Саниславовна, продолжая вас, кстати, я могу сказать, что мне кажется, что вот поскольку здесь молодежь присутствует, много нужно уходить от этих идеологических, вот как у нас было в советских временах, сравнивали мы американскую и французскую войну, то, что успех одной, получается неудача другой, и просто, ну я и сама каюсь, мы тоже все были вот в тлену этих подходов, но вам вот как-то нужно, да, я заметила и вот в заубежной сейчас состоянии, они уже уходят от этих. Нет, ну, приятно, насколько, а с другой стороны, насколько тема революции была ангажирована, да, вот в тот период, настолько она сейчас, я бы так сказала, извращена вот современным сознанием, потому что, ну вот споры, которые недавно проводили на Висте, да, то есть французская революция, революция, не революция, то есть переворот, или это что это такое вообще, вот, английская революция, она уже и невелика, как наш коллега сказал, между прочим, я очень с большим уважением отношу к его позиции, что это и не революция, и не великая, и не французская. Вот и все. Вот так уже. Вот так, вот так, да, и, между прочим, он имеет серьезные аргументы, чтобы так говорить. Вот, на самом деле, безусловно, это массовые движения, да, которые заслуживают внимания, заслуживают внимания, понимания, изучения, может быть, на новой основе. Я понимаю, что, конечно, никаких особенных новых источников мы не ведем, это как со средневековыми, да, то есть все источники уже практически давно известны, и они введены в оборот, точно то же самое здесь. Но просто общество стало другим, мы стали другими, да, то есть появились какие-то новые исследовательские, методы, а их действительно сейчас много, вот, я думаю, что это заслуживает самого пристального внимания, и очень сожалею о том, что аспиранты с большой неохотой идут на эти темы. То есть это сейчас с большим интересом идут на историю повседневности. А я думаю, Марина Александровна, это просто тяжело, потому что это начинать, потому что это тяжело, потому что нужно немножко, чтобы были какие-то наработки, а когда вы немножко уже достигаете какого-то, вы чувствуете уже, можно брать шире, потому что это очень перспективно, в международный контекст брать все темы, хотя это тяжело. Вот, простите, Марина Моисеевна? Мария Моисеевна. Мария Моисеевна. Я, вы когда делали докладу, вы сделали реманку о том, что вы были крайне удивлены тем, что важный такой детоминант в писательстве американцев были не права человека, а именно вопрос нации, то есть они ставили вопрос нации. Ну, в принципе, для меня, для меня, я не знаю, и для меня права человека все-таки ассоциируется больше, наверное, уже с послевоенным 20-м, с послевоенным периодом, а права человека для американцев в середине 19-го века, по-моему, это тоже очень далекая и не совсем актуальная для них проблема, для них действительно была проблема. То есть нации все, человек смешал. Ну, по большому счету, на тот момент, на мой взгляд, шел именно процесс формирования американской нации и формирование того же самого, используя немножко марсистов, внутреннего рынка, то есть опять же процессы явно шли в большей степени, определяли их и североамериканцы, североамериканцы определили и, в принципе, они подчинили юг своим тенденциям и поэтому... И самое смешное, что молодая Америка тоже думала именно как раз в контексте нациообразования, то есть формирование униенной нации. Ну, не совсем в плане единой, тут противоречиво, потому что я говорю... Потому что что такое нация для Америки – это большой вопрос. Да, это конструкт. Это конструкт, безусловно. И потом, например, Джон Митчелл, я не знаю точно, насколько он был связан с молодой Америкой, но он был связан, например, с Валей, поэтому есть некоторые... Он считал, что вообще в США существуют две нации – Североамериканцы. И южные. Да, да, да. Были вот такие точки зрения. А какая аргументация? Ну, вот он и сам придерживался как бы... Он любил южа и жил там на юге. Он считал, что Север – это капиталистическое общество. Машины. Да, да. Вот как бы материализм, потребление, вот это все, да. Что, а здесь как бы патриархальная вот такая, да, как бы вот аграрная идиллия вот такая, что и, да. Ну, иногда еще по-подруге я посмотрю, может, в специальных чайных текстах, потому что я специально ими не занималась так вот. То есть парадоксальным образом социально-экономические факторы, они такие, иначе, аукиваются в том числе и в определении двух наций. Ну, относительно права человека или права нации, спасибо, вы тоже верно, Иван, вы мыслите, так и оригинально. Да, верно. Вот, верно, подойдите, верно. Ну, это спорно. Это спорно. Ну, вот Армидт, кстати, тоже он исследовал, очень интересно, «Декларацию независимости международным контекстом». У него недавно вышла эта книга. Он тоже считает, что вот первые 40 лет не связывали вот в мире, трактуя вот «Декларацию независимости», это второй параграф, о правах, не обращали внимания на права, а обращали внимание на образование независимого государства. Еще некоторые это связывают с имперским, вот как бы то, что они не стали подданными империи. Вот, то есть тут на что обратить. Ну, между прочим, тут сложно, но не было вот этого. А Британской империи, например, сторонники Мадель-Рейки не говорили о том, что они вот не подчеркивали, да, или они не подчеркивали о том, что независимое, что как бы вот, что в это время, да, образовалось независимое государство. Нет, скорее, вот они делали акцент на права нации, да, и как на конфедерацию отдельных суверенных республик государств. Вот так. Вот здесь нюансы есть, нет. О правах человека они тоже говорили, между прочим, нельзя сказать, что они не говорили. Они-то не говорили о универсальных правах человека. Автор статьи «Кризис Европы», я, по-моему, январь 52-го, или я путаю, но 52-й год, говорю, вот это прямо у меня где-то выписано, и потом универсальные права человека тоже говорили. Он говорил о равенстве, о правах человека говорили. То есть здесь, мне кажется, в чём немножко, ну, как бы, сдвинутый акцент. Здесь я говорила вообще об американской революции, а он говорит только о декларации независимости. И говорит, скорее, первые сорок лет. Здесь уже, получается, не совсем сорок подальше, да. Значит, здесь были вот эти два микродискуссии, и права нации, и права человека были. И вот они, как бы, с их точки зрения, вот они не противоречили, видимо. А можно и последний вопрос? Да, да. Контроль. А скажите, пожалуйста, а вот эти вот реконструкции, которые предпринимались члены «Молодой Америки», они имели какое-то развитие, и повлияли ли они конкретно на политику, скажем, США, на формирование публического курса США? Да. То есть, или они просто так для поговорили, журнал «Сады Салли» и «Сады Салли»? Ну, в общем, это было продолжено в их внешнеполитической, так как сказали… У вас не получили все-таки войны? Да. Ну, Пирсом, вот, новоизбанным президентом, значит, он стал, Сэндерс стал консулом США в Лондоне, а Пьер Сулле – посланником США в Испании. О Салли, значит, вот, якобы предположительно автор вот этого слова «Читания Мэнэфэкс Дэстони», он посланник в Португалии. Значит, Натаниел Гутер, вот этот писатель известный, да, «Дома Синихомак», он стал консулом в Англии. Чувствуете, какой хороший выход? То есть, он был однокашником, да? Он был однокашником, да? Значит, пока все, и все нормально, и все сразу. Гутер Сулле скандалился. Вот он, так сказать, был скандал в связи со стендским манифестом, так называемым, 54-го года, который был опубликованным, в общем-то, который требовал существа аннексии Кубы, да, так грубой формы. И это, в общем, конечно, сыграло роль. В дальнейшем он приехал, но он уже не занимал тех позиций, которые он продолжал лирическую практику. Значит, Сэндерс, он, будучи консулом, в Лондоне. Он собрал у себя дома в феврале 54-го всех европейских эволюционеров. Там, кстати, был Герцен и, значит… И, кстати говоря, потом Кошут писал, что он им очень помогал. Да. И Мадзини. Хотя, да, Кошут очень обидел американских эволюционистов, потому что он стремился вот так вот балансировать и не упоминать о проблеме рабства, да. Он, когда они к нему пришли и просили, чтобы он выступил вот с осуждением, он отказался это сделать, когда в Нью-Йорке там был в декабре 51-го года. Вот. Так что, ну, у них была своя иерархия и вот этих вот всех эволюционеров, если говорить вот о национальности, то есть, да, каждая нация в семье народов, но освобождение, да, человечество хотело сделать определенные нации. Всегда у них была, я заметила, своя иерархия, да, кто вот среди них этих эволюционеров, да, кто первым, кто как подойдет к кому первым, то есть, какую нацию он представляет. Мои красивые, я думаю, что на будущее вам нужно школу молодого эволюционера на основе вообще деятельности членов молодой веки совершенно… Очень востребованный курс будет сейчас, так что… Ну, вот так. Спасибо большое. Правда, мы сегодня все получили удовольствие от вашего выступления. И вопросы по этому были, и обсуждение получилось интересное. Ну, надеюсь, что вы подготовите статью. Вот. Со следующего года все материалы, которые у нас, доклады звучат в семинаре, будут публиковаться в таком ежегоднике, то есть будет выходить ежегодник, где у нас нужно будет и посмотреть, и послушать, а потом еще и почитать. Разумеется, мы это сразу будем держать в сеть, то есть в бумажном виде это будет существовать в ученицах материалов. Вот. Еще раз большое вам спасибо. Большое спасибо участникам сегодняшнего семинара. И напоминаю, что следующая наша встреча уже состоится в ноябре. Произойдет это 14-го числа, как всегда. Приятного аппетита! Готово, конечно же,eren blade. Во всех проекциях материалов.